Да, я расчесываю вот так. Дефициты в нашем организме. 300 рублей. Просто розовенький такой. Я ей уже, наверное, больше плохо. У кондиционера и у маски разные функции. Ни в коем случае сейчас, если у вас такая ситуация, и начинаете это пить, это не значит, что мои волосы без него выглядят плохо. А здоровые волосы это не какой-то приговор. Феном мы не пользуемся, утюжком не пользуемся. Почему? Дорогие друзья, всем привет. Рада видеть вас на моем канале. Это видео, вторая часть про уход за волосами, а точнее моя история о том, как я смогла вырастить здоровые, красивые и длинные волосы. Я решила снять вторую часть для того, чтобы пояснить некоторые моменты, которые я либо не упомянула в прошлом видео, либо упомянула как-то вскользь. И также сегодня почитаю ваши комментарии, которые было, кстати говоря, очень даже много. Я не ожидала. И ответить на некоторые вопросы, также пояснить некоторые моменты из них. И также в этом видео я покажу поближе все продукты, которые я использовала в прошлом видео, потому что тоже об этом несколько человек просили. Но для начала хочу вас поблагодарить. Большое спасибо от всей души за то, что вы смотрели это видео, за то, что вы подписывались на меня, оставляли комментарии, лайки. Мне безумно это приятно. Это реально меня стимулирует для работы над моим каналом, для того, чтобы его реально развивать, снимать дальнейшие видео и быть полезной, конечно же, вам. Я благодарна вам от всей души. Оставайтесь со мной, обещаю вас радовать в дальнейшем другими видео. Всем тем, кто сейчас тоже находится в той стадии, когда он выращивает свои волосы прекрасные, и мои советы им понравились. Я надеюсь, что помогут в дальнейшем. Я прям за вас болею, честно. И я верю, что все у вас получится. И главное не бросайте. Вот главное не бросайте и делайте это. Кстати, тоже многие писали про микрофон. Да, у меня его не было. И вообще я просто спонтанно решила снять это видео. Просто взяла телефон, поставила перед собой и сняла. Ну а теперь я купила микрофон. Он мне, конечно, не очень тоже нравится. И мне приходится вот так его держать, потому что так звук все-таки почетче, чем когда я его вешаю сюда. Но не суть. Давайте переходить к теме нашего видео. И первый пункт, который я хочу сегодня затронуть, это терпение. Итак, в прошлом видео я совершенно не упомянула про важнейший момент, это терпение. Мне кажется, это вообще основное в том, чтобы вырастить реально красивые и здоровые волосы. Обратите внимание, что на протяжении всего видео я говорю о том, что я пропагандирую здоровое, бережное отношение именно к волосам. Я не пропагандирую какую-то короткую процедуру, какой-то небольшой курс процедур, каких-то уходовых средств, например. А именно на ежедневной основе, каждый день, каждую неделю, каждый месяц и так на протяжении всего времени бережно относиться к своим волосам. И только тогда у вас будет результат. И как я уже говорила в это же видео, сначала волосы у меня стали красивыми, они стали хорошо выглядеть. И я даже не ожидала, что они там могут стать гуще. Меня уже устраивало все. Они у меня были как бы такой в один ряд, достаточно тоненькие, но они хорошо выглядели. Я не ожидала ничего. Я просто продолжала так же бережно к ним относиться. И они реально у меня стали гуще. Уже, наверное, в три раза. Вот даже я, когда хочу их выпрямить или там завить, как-то мне реально уже приходится их разделять, потому что уже просто они не вмещаются даже там в утюжок. И это как такой приятный бонус, который я реально не ожидала. В общем, терпение – это реально основное в процедуре роста красивых, здоровых волос. И это не месяц, это не два месяца, это месяцы и даже годы хорошего отношения на постоянной основе к своим волосам. И только тогда реально вы добьетесь классного результата. Знаете, это как в жизни. Сейчас все говорят, что не нужно концентрироваться на самой цели, нужно концентрироваться на пути к ней. И здесь я считаю точно так же. Потому что если вы сконцентрируетесь только на результате, типа красивые волосы хочу, то по сути вы не полюбите вот эту рутину бережного отношения к ним. И потом вы опять их испортите. А нужно полюбить этот путь, и тогда результат он сам не заставит себя ждать. Вот поверьте мне на слово. Я тому пример. Еще в видео я упомянула про стрижку волос. Я сказала, что я люблю в последнее время их обновлять чаще, чаще, чем раз в полгода. Но это я делаю и до своей уже текущей ситуации. Смотрите, у меня сейчас волосы уже длинные, уже хорошо выглядящие. И в принципе мне не нужна еще большая длина. То есть мне нравится, когда мои волосы до талии. Уже когда они становятся ниже, мне просто не нравится тупо эта длина. Поэтому я их состригаю. И это происходит уже чаще, чем раз в полгода. И просто я обожаю это ощущение легкости. Вот реально обрезаешь на пару сантиметров и прям чувствуешь, как тебе стало хорошо. Ведь все говорят, что волосы в себя все впитывают, весь негатив. Я, конечно, не прям приверженец вот этих всех течений и веяний, но я реально чувствую какое-то облегчение. И мне это очень сильно нравится. Но смотрите, если вы находитесь сейчас в процессе роста, в процессе именно отрастания волос, то вам не нужно их часто сострелять. Я этого не говорила. Просто там некоторые девочки делали такие прям списки того, краткие выжимки того, что я сказала. Этого я не говорила, что нужно часто их обрезать, особенно каждый месяц. Этого и я не делаю каждый месяц. И смотрите, если вы растите волосы, они отрастают всего на сантиметр-полтора в месяц. Если вы будете их каждый месяц состригать, то они просто у вас не будут расти. А достаточно, я считаю, раз в полгода. То есть это прям оптимальный такой вариант. Следующий момент, который я хочу сегодня обсудить, это комментарии по типу того, что все опять генетика, и чтобы я там не намазывала на себя, мне это не помогает. Девушки, дорогие мои, я на протяжении всего видео пыталась вам донести то, что как раз-таки суть всего – это не в намазывании чего-то на свои волосы. Суть в том, чтобы, опять же, повторюсь уже, я не знаю в какой раз, в том, чтобы реально полюбить свои волосы. Вот просто бережное, щадящее, любящее отношение к ним. Потому что намазывание, да, ну важно, оно нужно, но, опять же, это всего лишь малюсенький, один из пунктов во всем вот этом списке бережного отношения к волосам. И насчет несмываемого ухода тоже некоторые писали, то, что вот я там накупила всего, а тут человек говорит, что ничего это не нужно. Я неплохо вообще отношусь к несмываемому уходу, особенно там термозащита, особенно если вам это подходит, если помогает от каких-то проблем, например, лучше питает кончики, увлажняет их или помогает распутыванию волос. Но при этом я просто рассказываю свою историю и показываю на своем примере, что в моем случае мне, в принципе, несмываемый уход не нужен. Мне и без него неплохо живется. И очень даже хорошо. Потому что в моей рутине присутствуют такие моменты, которые без вот этих несмывающих делают всю работу за них, грубо говоря. И насчет термозащиты я тоже сказала, что лично я не использую, но вообще я против ничего не имею. И у меня есть термозащита на всякий случай. И сейчас расскажу на какой случай. А почему я ее не использую? Потому что я фен использую на супер минимальной температуре. То есть это чуть теплый воздух, как будто, вы знаете, теплый ветер. Но реально теплый ветер повредить волосам просто не способен. И для этого термозащита просто не нужна. Если я пользуюсь утюжком, его я использую также на минимальной температуре. Минимальная температура это 120 градусов, конкретно на моем девайсе. Для этой температуры, в принципе, термозащита тоже не нужна. Считается, что термозащита нужна со 140 градусов, так как при этой температуре начинается денатурация белка в волосе. И он тогда уже меняет свою структуру, он уже как бы нертвеет, становится сухим, становится безжизненным и так далее. И смотрите, я советую вам тоже, если на ежедневной основе у вас есть утюжок, если у вас есть фен, то тоже пользоваться минимальными температурами. Но если, допустим, вы часто делаете профессиональные укладки у стилистов по волосам, они, конечно же, используют более уже сильные горячие температуры, то вы просто, знаете, не просто здесь желательно, а вы обязаны сказать человеку, вы обязаны спросить его, использует ли он термозащиту, и настоять на том, чтобы вам здесь в этом случае использовали термозащиту, если температура воздуха выше 140 градусов. Вот такой важный момент. И, кстати, сразу насчет утюжка. Мне тоже там писали то, что как вот может человек говорить про идеальные волосы и при этом он пользуется утюжком. Я вообще ничего плохого в утюжке не вижу. Лично мне утюжок добавляют просто дополнительного блеска. Это не значит, что мои волосы без него выглядят плохо. Плохо выглядящие волосы, я вам скажу по секрету, что утюжком вы просто не спасете никак. Просто я реально добавляю какой-то блеск, и я их не выпрямляю, очень вот так вот усиленно, очень долго. Я реально пользуюсь минимальной температурой, и я провожу всего лишь один раз утюжком по волосам. Также я очень люблю прическу такую в стиле old money, когда кончики волос немножко закручиваются. И для этого мне тоже нужен утюжок. Я ничего плохого в нем не вижу. Наоборот, я вам даже скажу, что здоровые волосы это не какой-то приговор. Знаете, что теперь там феном мы не пользуемся, утюжком не пользуемся. Почему? Если ваши волосы выглядят так лучше, почему бы не использовать его? Я, в общем, вот такого мнения, и опять же, это просто моя ситуация, моя история. Следующий момент, и он очень-очень важный, я его упомянула скользь в предыдущем видео, сейчас поподробнее расскажу. Это дефициты в нашем организме. Смотрите, конечно, круто, да, если бы мы могли там раз в полгода делать полный чекап организма, узнавать все дефициты, но это, к сожалению, не каждый может себе позволить, потому что это достаточно дорогостоящая процедура, поэтому здесь поговорим конкретно про волосы. Если, допустим, вам ничего не помогает, ваши волосы выпадают, они все равно плохо выглядят, они ломаются, они сухие, обезвоженные, то вам, конечно же, необходимо посетить врача. Смотрите, здесь может быть любая вообще причина, я сейчас не буду давать за подробности, но самая такая, наверное, распространенная, это одномия. Она может быть разная, она может быть железодефицитной, B12 дефицитной и анемия при дефиците фолиевой кислоты. Поэтому необходимо сдать кровь на содержание в ней данных компонентов, но это вам тоже назначить врач-терапевт. Конечно же, я просто сейчас рассказываю. И самое важное, это необходимо сдавать ферритин. Ферритин это депо железа в нашем организме, трансферин это белок, который переносит железо, и также витамины группы B, особенно витамин B12. Вот это основное, на что нужно сдать и чаще всего причина в этом. И смотрите, я сейчас вам сказала про эти витамины, про железо. Ни в коем случае сейчас, если у вас такая ситуация, не начинайте это пить без анализов, без консультации с терапевтом. Почему? Потому что профицит данных витаминов также ведет к неблагоприятным последствиям. Это очень важно, это не просто какие-то биодобавки, какие-то витаминчики с iHerb. Это реально очень серьезные витамины, особенно витамин B12. И вообще, по правилам, по законодательству, витамин B12 его отпускают только по рецепту гематолога, даже не терапевта. Но у нас его, скорее всего, продают, потому что я сама несколько лет назад его себе покупала. Но имейте в виду, что это реально очень-очень опасно, поэтому необходимо сначала проконсультироваться с лечащим врачом. И последний момент, который хочу обсудить в этом видео, это использование кондиционера. В предыдущем видео я сказала, что я его не использую, я использую только маску для волос. Смотрите, у кондиционера и у маски разные функции. Маска у нас работает изнутри, она питает, увлажняет волосы изнутри, а кондиционер, он действует снаружи, он больше обладает такой функцией, как закрывать чешуйки сверху. Смотрите, у меня ситуация волос опять же следующая, у меня волосы уже ровные по дне, они не пушатся, они выглядят хорошо и так. И мне хватает вот этого внутреннего их увлажнения и питания, поэтому я использую только маску. Просто использовать один кондиционер я не советую, потому что он реально работает только сверху. Возможно, какое-то время и будут ваши волосы выглядеть неплохо, но это не будет работать на долгосрочную перспективу, скажем так. И если у вас такая ситуация, что у вас реально волосы пушатся после мытья головы, то скорее всего как раз таки вам нужно закрывать маску кондиционером и опять же именно использовать с маской, а не отдельно. Но есть также такое менее распространенное, но достаточно, что маску нельзя использовать часто. Смотрите, я здесь не буду советовать, да, возможно, это и так, возможно, лучше, например, использовать, если вы, как же, не моете голову кондиционером и там пару-тройку раз в неделю, например, пользоваться маской. Но лично я мою волосы через день и пользуюсь маской всегда. Так, ну и теперь мы переходим к комментариям, я их себе сохранила. Вот, смотрите, волосы шикарные, сколько времени у вас ушло, чтобы отрастить такие волосы. Повторюсь, в том видео я уже говорила, что волосы у меня в принципе всегда были длинные, просто они плохо выглядели. И они у меня были длиннее, чем сейчас, они практически доходили до ягодиц, и я их потом состригла эту длину и начала вот уже ухаживать. И, как я говорила, сначала они у меня стали просто хорошо выглядеть. Это примерно, думаю, год точно на это потребовался, именно бережного отношения на постоянной основе, может быть, чуть меньше, а густота уже стала появляться именно тогда, когда они стали отрастать, я их обновляла, они стали отрастать, то есть это, конечно же, годы, это, я думаю, от двух-трех лет точно. Но это все очень такие размытые, конечно, границы, потому что у меня нету какого-то зафиксированного времени, если честно, я это даже не освеживала. Я пропустила инфу, как часто наносить маски, тоже несколько было таких вопросов. маску я наношу каждый раз при мытье головы, мою я голову через день, бывает реже, бывает чаще, и иногда я маску делаю так, как я показывала вам, то есть наношу на длительное время, иногда я ее использую как место кондиционера, особенно, когда я куда-то спешу, я маску использую там на 2-3 минуты. У меня все ужасно с волосами, с 8 класса, они очень редкие, из-за стресса они испортились, я подстригла коре, и потом не стригла ничего, в салоне меня напугали сильно, что мои волосы ужасны в свои 16 лет, и я сильно плакала, ничего не менялось, в конечном итоге я покрасилась бордовой и нарастила их, сейчас они сыпятся из-за стресса, я постоянно плачу, я уже не знаю, что мне делать, моя мечта иметь красивые длинные волосы, но у меня генетика, и ее не победить, красивый хвост со мной на всю жизнь, но даже нарощенные меня начали бесить, и прикол в том, что я ни разу не осветлялась, никогда не красилась до того момента, пока не нарастила волосы, я короче не знаю, как поступить. Смотрите, когда такая ситуация, то тут конечно же необходимо образиться за квалифицированной помощью к врачу-специалисту, для начала, это возможно реально просто терапевт, это сдать анализы, и также есть такой специалист, врач-трихолог, но здесь очень важный момент, не просто какой-то трихолог, который прошел курсы, который с непонятным кем образованием, а именно врач с высшим медицинским образованием, дерматолог, еще в добавок, и только потом трихолог. Вот обязательно никогда не бойтесь спрашивать документы, уточнять, потому что это супер важный момент, этот врач обычно работает в какой-то клинике, а не где-то там на дому и в салоне, но я бы, наверное, советовала обратиться к нему, нарощенные волосы, я вообще к нему очень плохо отношусь, потому что я не знаю там всю технику, но вот сколько у меня подруги не делали, у всех потом только хуже волосы, потому что свой волос у нас ослабевает. Вы написали из-за стресса, я вот вообще прям всеми руками и ногами за, реально, когда стресс, летит просто все, и просто работайте и в этом направлении тоже. В общем, я посылаю вам реально свою поддержку, у вас все получится, главное, не расстраивайтесь, и вот, пожалуйста, вот эту установку, что у меня генетика, ее не победить, кресины и хвост, она на всю жизнь, пожалуйста, избавляйтесь от этого. Это вообще генетика, это не, знаете, не крест и не панацея от всего, ну вот честно, я вам скажу. Я уже рассказывала свою ситуацию, потому что взять какое-то наследственное заболевание, например, сахарный диабет, который является не только наследственным заболеванием, а это мультифакториальное заболевание. Это такое заболевание, которое возникает, когда совпадут факторы средовые и наследственные. То есть к средовым факторам относятся вообще все, что угодно. Образ жизни пациента, питание, физическая активность и так далее. И то есть если человек, допустим, живет правильной жизнью, он правильно питается, он занимается спортом, он ведет активный образ жизни, минимизирует свой стресс и так далее, он может не заболеть этим сахарным диабетом. Вот в чем суть вообще. Можно сказать все у меня по генетике сахарный диабет и опустить руки и ждать, когда уже он наступит. Поэтому я вам говорю все в ваших руках, все возможно. Вот пожалуйста, поверьте в это и просто делайте. Вместо пакета шапочка для душа очень экологично. Да, да, да. И прям согласно с этим комментарием забыла почему-то это упомянуть. Раньше у меня была шапочка для душа, я ее использовала и это реально более экологично, чем какие-то пленки, пакеты и даже удобно. Я бы сказала, только не забывайте после каждого применения обязательно ее хорошенько мыть. Я начала использоваться SPF для волос на море. Пользоваться волосы просто пушка стали, очень мягкие, шелковистые и шляпу обязательно ношу, иначе выгорают. Вот, пожалуйста, напишите название SPF, каким вы пользуетесь, я обязательно тоже попробую. Так, вообще, к выгоранию именно цвета я отношусь вообще нормально. Мне даже нравится немножко, когда они такие становятся чуть-чуть разноцветные, какие-то посветлее, но при этом согласна, что на море, конечно, качество волос ухудшается, потому что и соленая вода, и сухой воздух, и солнце ничего хорошего волосам не дают, кроме положительных эмоций. Понимаю, почему лучше именно шелковые резинки, почему не подойдет другая какая-то гладкая. Смотрите, другая какая-то гладкая, это, скорее всего, из атласа. Ну, я ничего, да, плохого не вижу, она их портить, по крайней мере, не будет. Но лично я не люблю просто этот материал, потому что он очень сильно электролизует вообще все вокруг. И вообще, честно, сейчас не буду вдаваться в подробности и утверждать, что это прям действительно истина в последней инстанции, но просто я где-то услышала то, что, по-моему, выходили до каких-то исследований, не знаю, правдивой этой информации нет, просто вот сообщаю, то, что вот именно шелковые вот эти волокна из натурального шелка, они именно лечат структуру волоса, они реально какой-то вот этой чуть ли там нелечебным свойством обладают, поэтому делают из шелка сейчас налочки, постельное белье. Какие-то шапочки тоже для волос, но я опять же, я говорю, возможно, это просто маркетинговый ход, просто рассказываю, лично я говорю, мне больше нравится именно материал сам из натурального шелка, потому что волосы не электролизуются. после маски шампунь используйте или только смываете теплой водой? Маску я смываю, кстати, тоже некоторые писали, вы что не смыли маску, я там сказала, что я смыла, смыла, конечно же, маску, вот, и смываю я ее просто теплой водой, дам. А по улице вы с распущенными волосами ходите или как-то заплетаете? Нет, я в обычной жизни очень часто хожу с распущенными волосами, только я не выхожу в непогоду, то есть, если это снег, там, дождь, мороз, то я их просто стараюсь убирать. Почему волосы нужно сушить феном? Всегда оставляю их самостоятельно сохнуть. Слышала, что если есть возможность не пользоваться феном, то это лучше. Наношу только масло, как подсушится, не претендую на истину, интересно ваше мнение, спасибо. Спасибо тоже вам за вопрос. Я считаю, то, что мокрые волосы, и это не только я так считаю, они более подтверждены каким-то повреждающим факторам, поэтому их как можно быстрее, лучше высушить не горячим воздухом. И тут был вопрос, тоже сразу про него скажу, на мокрые волосы быстрее оседает всякая пыль, грязь, и они реально становятся быстрее грязными попросту. И даже, я совсем недавно услышала совет от одного стилиста по волосам, парикмахера, он сказал именно, что если вы хотите подольше сохранить чистоту волосы, и их нужно как можно быстрее сушить. Очень классное видео, делаю все так же, но нет таких шикарных волос, как у вас, они очень тонкие у меня. Если вы про конкретную структуру волоса, то у меня они тоже очень-очень тонкие, сам по себе волос, очень тонкие. это уже как просто структура генетическая ваших волос. И я честно в этом ничего плохого не вижу. Мне наоборот нравятся мои тонкие волосы, потому что это дает ему такую гладкость какую-то, потому что когда волосы толстые, он зачастую пористый, и он не выглядит блестящим и гладким. Мне наоборот нравятся мои тонкие волосы. Вот, пожалуйста, дайте совет, что делать, если волосы становятся грязными на следующий день. Во-первых, насчет сушки обратите внимание, потом обратите внимание на шампунь от типа кожи головы, также очень многое зависит. У меня, например, очень сухая кожа головы, поэтому я люблю увлажняющие такие питательные шампуни. Возможно, вам нужно какой-то более с балансом жирности кожи головы. Я, например, сейчас использую прям так называется баланс жирности кожи головы. Я его чередую. И вот с ним более такой скрипячий эффект. И знаете, если прям очень сильно и прям вот вы помоете и сразу они жирные, бывает такое. Мне, кстати, тоже был такой один раз. Я тогда была вообще в шоке. То есть я мою голову, высушиваю и они прям как будто я их маслом намазала. Вот. Ну, мне тут уже это проходило. Зачастую это бывает из-за гормонального дисбаланса. То в таком случае тоже к врачу. Так, ну и как обещала, я вам сейчас покажу все средства. Резиночки витамины, которые я показывала в том видео. Просто более поподробнее. И оставлю на них ссылочки. Если найду, если нет, то название. Итак, шампуни у меня от Estelle. Первый это интенсивное увлажнение для волос. Вот такой. И из этой же серии только водный баланс называется. Вот этот шампунь вообще он стоит 300 рублей. Вот этот 600, наверное, рублей. То есть такой Estelle достаточно бюджетный уход, но он реально мне очень нравится. И Estelle такая маска она стоит ну тоже где-то рублей 600-800, наверное. до 1000. В общем, это для интенсивного увлажнения волос. Мне она очень сильно нравится. У меня есть еще шампунь от Davines. Тоже неплохой. И от него волосы почище, скажем так. То есть он не увлажняет, он больше именно хорошо очищает. И мне очень нравится от Davines масочка. Прикреплю здесь. У меня ее сейчас нет. Она такая типа одноразовая, но мне хватает на 4-5 раз. Мне нравится именно для блеска волос. Я ее использую вот как раз когда знаете вот это например я еду или еще что-то. Они реально очень классно блестят после нее. Потом у меня вот такой кондиционер. И я пользуюсь достаточно редко. разглаживающий кондиционер для укрепления волос бразильский кератин называется. Масло у меня от Act. Вот такое. Оно неплохо пахнет. Я его использую прям одну капельку и то вот я как рассказываю иногда для ритуала. Потом витамины вот такие у меня. Еще мне нравился бренд я его заказывала на MyHerb что-то Gold American как-то вот так вот называется. Прикреплю тоже здесь фотографию. Но эти мне тоже очень нравятся. Они продаются в золотом яблоке и на зоне тоже. Я заказывала потом массажер у меня выглядит вот так. Просто розовенький такой. Здесь силиконовый. Если найду я его заказала на Валберис то прикреплю ссылочку. Так расческа у меня вот такая Tangle Тизер. ей уже наверное больше года. Мне она нравится. Она меня устраивает. И некоторые реально говорят вот когда ее покупают до этого это было все ерунда. Я конечно прям не вот такого мнения но мне она нравится. То есть она неплохая и она не выдирает волосы что самое главное. Ну и вот у меня такие резиночки шелковые. Они были в таком мешочке. Это очень удобно. Тоже я их заказала на Балдерис. Стоят они примерно до 1000 рублей. Такой наборчик. Тоже не забывайте мыть резинки обязательно. Стирать их. Очень удобно в таком мешочке хранить. И красиво. Это были все средства которые я использовала в прошлом видео. Если что то какие то вопросы у вас остались то пишите обязательно в комментариях задавайте их. Также пишите можете мне личные сообщения в директ я наверно оно получилось очень длинным. Надеюсь что оно вам понравится. вообще пишите пожалуйста снимать ли мне продолжать еще видео про волос. Какие темы вы хотите услышать меня еще. И подписывайтесь. Я буду рада всем. И это очень сильно стимулирует снимать еще видео для вас. Всем большое спасибо за просмотр. Ну и увидимся конечно же в следующем видео. Всем пока пока